Регулярная практика, по крайней мере, поддержит ваш уровень энергии. Энергия тоже меняется у человека по плотности. Чем более плотная энергия, тем ниже опускается человек по своим чакрам. Чем более тонкая, тем выше он поднимается. Соответственно, на энергию влияет, на плотность энергии влияет то, с кем вы общаетесь. Круг общения. Это вот энергообмен. Второе — это личная практика. Будет практиковать человек, будет менять энергию. Не будет окружения, будет его энергию менять. А вот вопрос еще. А как с родителями? Мы же с ними общаемся, у них вообще другая энергия, скажем так. Там и телевизор, и вегетарианство они слушают, не хотят. Надо же выстроить отношения, нельзя как-то тоже. Как здесь быть? У вас, наверное, опыт есть? Вы знаете, у меня очень простой опыт. У меня проблем нет с родителями. Я знаю, что такие проблемы существуют, но опыт показывает. Если человек адекватно развивается, и родители это увидят, то никаких проблем не будет. Они поймут, что это лучше. В семье, допустим, два ребенка. Дочка, которая может заниматься вегетарианством, йогой и всякой фигней. И сын, который начинает пить, ходить по дискотекам, что родители полные отморозки, что ли? Они что, не понимают, что сын с алкоголем и дискотеками это намного хуже, чем дочка, которая занимается вегетарианством и йогой. И поверьте, любой родитель адекватно к этому отнесется. Их жизнь научат. Если не хотят, чтобы сын стал наркоманом, как соседские парни, без проблем. Если не хотят, пусть тогда принимают его таким, как он есть. Если все идет к второму варианту, что родители считают, что лучше, вот так, чем... Нет, родители тут просто не говорят, я вот поправлю, запроси, я хочу спросить. У нас внуки, они про внуков говорят, типа им мясо надо, потому что они вырастут. Вот у нас старшую дочку вообще там зачморили. Типа ты родить не сможешь, у тебя там неправильно все вырастет без мяса. Вот реально факт. Ну, если вы можете, попробуйте своих родителей отправить в тур в Индию, например. Вот я всем рекомендую, пусть они посмотрят на индусов, которые выросли, тысячи поколений были индусов, которые мясо не ели вообще и прекрасно себя чувствуют. И плодовитость, поверьте, русским расти и расти еще. Они говорят, что там совершенно другой климат, и вообще не нужно ездить в России, путать и смешивать, что там вообще все само растет, и все свежее, и все там это. Да, на бананах. А мы непонятно что-то едим, не тратим, и понятно что. Это не аргумент, потому что ваши родители слишком много смотрели телевизор, и, соответственно, результат налицо. То есть, понимаете, вот я пытался вам привести, то, что человек смотрит, обуславливает его суждение в будущем. Вот им говорят по телевизору, говорили там 10 лет назад, всякие афоризмы и концепции. Просто говорили. Но это отложилось в внутреннем мире, и это теперь является концепцией самого человека. А по телевизору им говорили, что да без мяса, да вы что, рахитами вырастить. Они как магнитофон просто это вам сейчас воспроизводят.